У микрофона Инна Панфилова, за звукорежиссерским пультом Иван Сягин. Здравствуйте! Это программа «Нечего болеть». И несколько тем у нас сегодня о том, как сохранить наше здоровье. Я их проанонсирую. В первой половине часа говорить будем о менингококовой инфекции, чем она коварна и почему в 21 веке от нее все еще умирают люди. Во второй половине часа говорить будем о лишнем весе, о причинах и современных подходах в лечении. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 200, ровно 2519. Звоните, задавайте вопросы или пишите на WhatsApp номер 8 938 165 107. А я представляю гостью первой половины часа. Это Эмма Симованьян, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Ростовского государственного медуниверситета, заслуженный врач России. Здравствуйте, Эмма Никитична. Здравствуйте. Говорим сегодня о менингококовой инфекции. Она очень коварна и смертельно опасна. При отсутствии лечения 50% случаев оканчиваются летальным исходом. В Фейсбуке я увидела, например, такую историю. Мама с пятилетней дочерью буквально в январе отправились на рождественские праздники в Санкт-Петербург. Когда возвращались домой, девочке стало плохо, вызвали медиков. На одной из станций они осмотрели девочку и поставили диагноз ОРВИ. Когда мама с дочерью добрались домой и обратились к врачу, уже было поздно. Ну и такие случаи повторяются. И в январе, и в феврале есть подобная информация. Эмма Никитична, расскажите, что же такое менингококовая инфекция? И действительно ли она так коварно похожа на ОРВИ и быстро развивается? Глубоко, уважаемые слушатели, позвольте дать несколько пояснений по поводу этого серьезного действительно заболевания. Ну вот, менингококковая инфекция относится к драматической ситуации у нас в здравоохранении, не в здравоохранении, а в педиатрии, в состоянии здоровья человека. Это тяжелое, жизнеугрожающее заболевание, которое уносит жизни не только взрослых, но чаще всего именно детей. В чем дело? Что это за инфекция? Инфекция относится к группе заболеваний, распространяющихся воздушно-капельным путем. Вот как обычная респираторная инфекция. Причем заражение происходит при тесном контакте. На расстоянии 1,5-2 метров, как правило, можно и не заразиться. Возбудителем, причиной этого заболевания является микроб, менингокок. Он имеет особые свойства, строение, он хорошо выделяется при соответствующей ситуации из слизистых носа, носоглотки, из крови, из ликвара. И документировать заболевание возможно. Но чем характеризуется этот менингокок? Почему это так? Он организуется очень выраженным, резкими, вирулентными, патогенными свойствами, инвазивными. Инвазивное, значит, свойство проникать непосредственно не только в орган какой-то, в слизистую, но и внутрь клетки. Это вначале поражается слизистая носоглотка, действительно, при воздушно-капельном инфицировании. Затем он быстро поступает в кровь, разносится по всему органу, поэтому можно взять, чем раньше, тем лучше взять кровь из вены, например, из пальца, и под микроскопом сразу же увидеть этот так называемый диплокок. Но главное, он имеет сродство, ну так бы и родился этот, создан в существовании, в мире, как бы, для того, чтобы повреждать, помимо слизистой оболочки, по ткани центральной нервной системы. И прежде всего, страдает, конечно, головной мозг, то есть развивается гнойный менингит, менингенцефалит. И вторая его особенность, что он обладает способностью поражать кожу. В коже развивается, конечно, на уровне сосудов, так называемое расстройство микроциркуляции, свертывающие системы крови. Появляются специфические геморрагические изменения, по которым можно прямо как-то, знаете, один раз, если увидеть эту так называемую менингококцемию, вы всегда поставите такой диагноз. И хотелось бы, чтобы вы все как-то на картинке увидели, для того, чтобы при появлении вот этих высыпаний немедленно нужно обращаться, немедленно обращаться к врачу, потому что ребенок может погибнуть и в машине, в скорой помощи, и в доме, находясь в течение буквально нескольких часов. Ну и таким образом, в суть процесса, в чем происходит тяжесть, в чем, если поражается менингит, развивается мозговая оболочка, развивается менингит, потом может быть отек головного мозга, дыхательное расстройство, и причиной смерти является остановка дыхания, вклинение миндалин мозжечка, там большое затылочное отверстие. Но если развивается менингококцемия, то это, как правило, сопровождается септическим процессом, то есть циркуляцией в крови этого возбудителя, и поражением всех вот жизненно важных, серьезных систем, которые, так называемая, гуморально-эффекторная система, куда входят и иммунокомпетентные клетки, и свертывающая система крови и так далее. И самое главное, поражение свертывающей системы крови приводит к поражению сосудов, нарушению микроциркуляции, плохо кровь поступает в кожу, отсюда некроз обычно, и геморрагические кровоизлияния в кожу, мощнейшие кровоизлияния. Ну, а причина смерти, как правило, является это мощнейшее кровоизлияние в надпочечнике. В надпочечниках вырабатываются гормоны, особенно глюкокортикоидные гормоны, которые определяют жизнедеятельность вообще в целом человека, которые обеспечивают вот эту микроциркуляцию, гемодинамику. И вот на вскрытии мы видели таких детей, вместо надпочечниками сгусток крови, то есть мощнейшее кровоизлияние. Вот в смысле вот такого кровоизлияния является в результате нарушения выработки глюкокортикоидных гормонов. Причем, если мы просто посмотрим, вот у больного общее количество, то будет повышено, казалось бы, организм борется, потому что это гормоны стресса, они, например, при их недостатке развивается стрессовая ситуация. А любой воспалительный тяжелый процесс сопровождается нарушением глюкокортикоидной функции надпочечников, поэтому мы всегда тяжелым детям вводим гормоны для того, чтобы не допустить вот таких вот кровоизлияний и последствий. Ну и вот, собственно, вот эта надпочечниковая недостаточность является основной причиной. Не таким образом создается вот порочный круг, смешанная инфекция, менингит с менингококцемией, дают нам вот такие исходы. Но самая тяжелая форма – это чистая менингококковая инфекция, чистая, вернее, менингокцемия, даже без менингита. И это связано с очень многими факторами, но прежде всего так называемая бремя менингококковой инфекции. Это возраст у детей раннего возраста. Вот показано, что у детей первых четырех лет в десять раз больше заболеваемости, чем у взрослых. С чем это связано? Это иммунитет общая, вот ослабленность организма? Да, я сейчас скажу. Это связано, конечно, прежде всего с иммуносупрессией. Причем доказаны наши ученые, генетики показали, что основная причина развития менингококковой инфекции является дефицит комплимента, системы комплимента. Если ребенок рождается уже предрасположенным к развитию этого исхода неблагоприятного, с дефицитом комплиментарной системы определенных ее звеньев, то тогда, собственно, и развивается. Может быть, рецидивирующие у нас были в практике. Ребенок трижды переносит гнойный менингит. Один раз, второй раз и третий. Вроде бы и антитела образуются, защиты. А когда начали разбираться, у него врожденная недостаточность вот этой системы, и поэтому такие были повторные рецидивы. И, конечно же, большое значение имеет фоновое состояние, состояние здоровья ребенка. Сюда очень много факторов рисков входит. Это, прежде всего, часто респираторные инфекции, хронически персистирующие инфекции, эпоксия в родах, и тяжелое течение беременности и родов. Мы проводили такие исследования именно у детей, которых были, у матерей которых были какие-то группы риски. Это невынашивание, роза прерывания, заболевания эндокринной системы, частые респираторные, герпетические, такие всякие неприятные вещи. Они дают длительную иммуносупрессию, которая формируется у ребенка. И в этих условиях, конечно, менингокок себя вольготно чувствует. Он сразу запускает вот эти самые экстремальные, самые серьезные процессы в организме, которые потом, собственно, и дают такой финал. Причем это происходит очень быстро, 3-4 часа, может быть, синдром даже внезапной смерти. Были дети вот в практике, я сейчас вам расскажу такую предысторию, ситуацию еще сегодняшнего дня, хочу оттенить. Я не сказала вначале, что, собственно, у нас сегодня регистрируется спорадическая заболеваемость, то есть очень низкий уровень, и угрозы по существу до последнего времени не было. У нас редко эти больные и в России, и в других странах. Но сегодня появилась такая ситуация, которая заставила нас очень громко говорить об этой инфекции, потому что нависла угроза. И это еще связано вот к чему. Вирус, эта бактерия имеет свойство усиливать свои биологические способности через каждые 30-40 лет. Первый удар вот на моей памяти, это был 1970-1972 год, когда у нас такая мощнейшая была эпидемическая, раз я молодым была ассистентом, и мне пришлось работать в эту фущу, этой инфекции. И когда я искала пути оптимизации лечения, литературу мы смотрели, не было же таких условий интернета, поэтому мы ездила в Санкт-Петербург по личным, по лично своим проблемам, и с тем, чтобы только пойти в институт, и в институт педиатрии пошла посмотреть, как они лечат, что для того, чтобы как-то все это нам здесь можно было использовать. А ведущий институт, конечно, он нам очень помог, спасибо им. Сегодня тоже такая ситуация близка к серьезной, да? Да, даже то, что, помимо того, что много там иммунодефицита, много часто болеющих, вот я вам сказала, в отношении генетики мы так не проверяем, что всех на какие-то звенья нарушены, но факт остается фактом, что пошли больные. И приближается уже здесь, сколько, 70-го происходит, больше почти 40 лет, да? Так что вот и биологический ритм может сейчас совпасть, привести к этому. И сейчас вот мне пришлось быть на конгрессе, на сообщении, на конференции вот в Санкт-Петербурге, где рассматривали этот вопрос, и специалисты-эпидемиологи, клиницисты и Москвы, и Санкт-Петербурга, других, там, Красноярска и многие другие выступали и говорили о том, что действительно подъем заболеваемости имеет место. Вот почему мы посчитаем своим долгом сейчас громко об этом говорить и предупредить население, чтобы все-таки они имели такую настороженность, потому что начало заболевания всегда как на зафарингит, то есть как респираторная вирусная инфекция. И причем кашель может быть такой сухой, не очень резко выраженный. Но чем характеризуются вот начальные проявления, вот сейчас мы такую диагностику, для того, чтобы люди думали об этом. Прежде всего заболевание, как правило, начинается остро, внезапно, вот среди полного здоровья, 12 часов дня, температура 39-40. Это характерно. Только у 25% больных накануне может быть какое-то небольшое катаральное там кашель, заложенность носа. А у остальных остро, бурно. Вот по типу, знаете, инсульта, вот мощный такой микроб, как только он активизировался, он так рубит, бьет все эти клетки межжения, иммунную систему и органы, и центральную нервную, и слизистую, и кожу, и все, и появляется симптом. И на этом фоне, конечно, наиболее опасное вот такое скоротечное течение с неблагоприятным исходом имеет мейнгококцимия, этот сепсис мейнгококковый, который быстро, бурно развивается. Ну и что? Появляется температура, нарушается состояние, появляется возбуждение, потом вялость. При развитии кокцимии в первый-второй день, в первые часы, в первый-второй день появляется вот эта степичная цепь. Чем она характеризуется? Прежде всего, она геморрагическая, то есть при надавливании пальчиком на эту сыпь, вы видите белое пятно, то есть это сосудистая реакция. Но очень быстро, и на центре вот этой сыпи появляется некроз, то есть происходит повреждение кожи, развивается центральный некроз, поэтому ее так называют, фамилия, имя, отчество этой сыпи. Это сыпь геморрагическая, то есть там будет кровоизлияние в коже с центральным некрозом, и появляется она в первые-вторые сутки от начала заболевания. Вот. Ну потом, значит, конечно, общее состояние ребенка нарушается, и потом включаются уже симптомы, свидетельствующие о надпочековой недостаточности, развивается острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ребенок вначале бледный, потом он становится серый, потом цианатичный, тахикардия развивается у больного, нарушается общее состояние, и, собственно, в это время необходимо, конечно, срочно вызывать на себя и по состоянию уже даже не просто скорую помощь, а нужно реанимационную помощь оказывать ребенку по нынешнему требованию, прямо на дому надо выводить из состояния шока. То есть у ребенка, другими словами, развивается септический шок. Септический шок этот позже может привести к полиорганной недостаточности, страдает сердце явление кардитоса, страдают легкие, страдают почки, задержка мочеспускания наблюдается. Ну и вот при явлениях септиза, сосудистой недостаточности дети гибнут. А на вскрытии, я говорю, мы видим вот такое кровоизлияние, когда первый раз увидела на вскрытии это ребенка после умершего отмена кокцемии, до сих пор у меня перед глазами, вы понимаете, вот все покрыто кровоподтеками, кровоподтеками, потому что каждый сантиметр был связан с кровоизлиянием. Ну и, конечно, на пучниках такая серьезная ситуация. Ну а если это развивается менингит, то появляются головные боли резкие, характерные повышением тричерепного давления, отек головного мозга. Потом быстро развивается дыхательная недостаточность, поэтому часто ставят диагноз пневмонии этим детям, непрофильное отделение направляют детей. Ну и то же самое полиорганные нарушения, явления мингоэнцефалита. Какая еще сегодня особенность? Хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что сегодня появились новые типы мингокока, так называемые дабл-135, которые появились только за рубежом. Три года тому назад, и только вот в 2015 году мы видели их в Москве, в Санкт-Петербурге. У нас пока не типируют мингококи, но, наверное, они у нас есть. Чем это опасно? Почему это бремя? Потому что атипично протекает. Во-первых, сып появляется на 4-5 день, что не характерно для настоящего мингокока. Потом страдают чаще всего ранний возраст, и подростки очень часто, вот подростковый возраст страдают. Ну и тоже дает тяжелое течение заболеваний с неблагоприятным исходом. Поэтому, говорит, что если нет сыпи в остром периоде, то это не значит, что это не мингокок. Только нужно показать обязательно таких детей врачу. Ну это требуется от родителей, да, обратиться к доктору. А врачи берут ли соответствующие анализы, или же даже общий анализ крови это покажет? Обязательно. Теперь вот о диагностике. Значит, вот сейчас получены новые стандарты, протоколы, вернее, протоколы лечения. Спасибо Минздраву. Они дали нам на вооружение рекомендации на догоспитальном этапе, на госпитальном этапе. И все распитано, вот при кокцемии, при менингите, что нужно делать, что нужно обследовать. И, конечно, нужно исследовать состав периферической крови. По крови мы можем сразу сказать, что это бактериальная инфекция, что будет лейкоцитоз, очень много лейкоцитов, будет нитрофилез влево там соответствующий, будет повышена соя. И в это же время, конечно, нужно взять мазочек из носа и ротоглотки. Чем раньше это сделаем, тем легче происходит, протекает это заболевание. Ну, а дальше, конечно, расширяется спектр исследований, там и биохимические исследования, ПЦР-диагностика тоже можно осуществлять в ранние сроки, которая быстро поможет нам поставить этот диагноз. Причем планируется вся эта неотложная помощь детям, вплоть до метода визуализации, таких как АТ и так далее, прямо на дому, то есть могут приехать, ну, где это есть, ну, такие возможности. Но главное, что нужно просто немедленно, срочно обращаться и вызывать на себя, потому что здесь надо оказывать помощь срочно. Родители могут недооценить состояние и потерять. А если врач посмотрит, он уже может на себя, есть, значит, у нас скорая, просто скорая, есть скорая помощь, интенсивная терапия, а есть реанимационная. Вот когда развивается шок третьей степени, отек третьей степени, повышается внутричерепное давление, тогда на место приезжает реанимация, и вплоть до ИВЛ, плюс до капельного, плюс до пункции, всё выполняется на дому. Эти возможности реальны, и поэтому нужно только об этом помнить и знать. Если же лечение происходит на дому, как остальные члены семьи? Не заразятся ли они? Нет, но они же, нет, но это на дому, это, ну, не больше тридцать. Как ухаживают за больным? Нет, это, нет, нет, моя дорогая, строчная госпитализация. Только в госпитальных условиях можно лечить этого ребёнка. Это неотложная помощь. Первая встреча с больным, если есть возможность, если нет, увезут немедленно, просто немедленно. В Ростовской области не было ещё таких случаев, да? Я смотрела, каковая инфекция пока не фиксировали. Ну, я слышала в средствах массовой информации только официально, я не участвовала в этом, не знаю, но может быть где-то в районе там был какой-то случай, но подтвердился, нет, не знаю. Но может появиться в любой момент внезапно, лучше быть на стороже. Какая профилактика существует? Профилактика, ну, профилактика, самая реальная профилактика, это, конечно, вакцина профилактика. Существуют вакцины. Существуют вакцины. И наши отечественные вакцины, и вот зарубежная вакцина Минактра, это очень эффективная. Но они используются только по эпид-показаниям. Только когда будет порог уже определённого носительства, когда будет реальная угроза. Сейчас же, я говорю, спорадическая, сейчас практически нет. Но вокруг есть, и мы должны сейчас сделать так, чтобы не пропустить ни одного больного. Поэтому мы и врачам, и студентам, и населению объясняем, что если встретятся, то чтобы сделали всё как положено. Главное вовремя обратить внимание, вовремя обратиться к врачу. А так, вот группы риска, вот дети, часто болеющие, со сплинеетом, с тяжёлыми генетическими заболеваниями, аймунными заболеваниями. Лучше, конечно, привиться. Это можно сделать в поликлинике, в любой... Ну, у нас в календаре прививок пока нет. Вот в Москве уже они вот сейчас, в этом году, включили в календарь прививок с года до шести лет. Но там у них пылает, там очень много больных. Поэтому уже порог этот достиг. У нас ещё этого нет. Ну, а не специфическая профилактика, это санитарный режим, это, понимаете, носить маску, больным не выходить, там, в контактах с больными избегать. Профилактики, санация ротоглотки соответствующей. Ну, вычинены мы такими методами. Даже мы, помню, когда была вспышка в детском саду, мы кроватки раскладывали, так, знаете, валетом, чтобы они не дышали друг на друга, вот, разъединяли. Кварцевание, палат проводится. Вот, если, конечно, группы риска, вот эти с танцелитами, с хроническими, там, с герпесами, там, с часто болеющей респираторной инфекцией, ну, все же они ходят в детский сад, да, периодически болеют. Начинается профилактика, то есть лечение. Лор-врач смотрит, назначает лечение, педиатр, орошение, там, иммуноотропные препараты, там, вифероны, индукторы, интерфероны и так далее. А сколько длительное лечение? Лечение, заболевание этого, ну, вообще-то, 3-4 недели, если без осложнений. Пока не выйдет ребенок из этого состояния, да. Ну, такая инфекция серьезная очень. Хотелось бы поговорить. Вы знаете, там говорили о том, чтобы, эпидемиологи говорили о том, чтобы в каждой поликлинике, там, в общественных местах с индулитения подготовить, с фотографиями этих больных, чтобы люди видели, что это такое, и сразу же, не теряя ни минуты, вызывали на себя врача. Какие-то рекомендации к нашим медикам поступят по этому поводу? Ну, а как же? Ну, вот мы с городским отделом здравоохранения, с госпожой Поручиковой, проговорили в апреле месяце. Но мы это еще раньше, до этого, до этой угрозы. Потому что весной всегда начинается, ближе к лету начинается подъем заболеваемости. Причем он тесно связан с пресышивающим вспышкой гриппа. Вот прямо как, если грипп у нас, правда, не было, слава Богу, так что, наверное, минококова не будет, минококова инфекция. Если есть у них теснокатогенетическая связь, чем выше заболевать с гриппом и тяжелее, тем чаще и тяжелее протекает минококова инфекция. Это уже доказано даже и за рубежом, и у нас. Ну, а Вы как считаете, а грипп будет? Ведь прогнозировали Вы все-таки на вторую половину февраля. Прогнозировали, мы ждем, мы ждем. Должен быть, должен быть. Скоро, на протяжении, вот, с 72-го года, каждый год мы весной практически, особенно вот те годы, сейчас немножко реже, но то же самое. В том году мы на скорой помощи проводим лекции, все рассказываем. Даже экзамены принимала там в письменном виде, чтобы они знали, какая неотложенная помощь, что нужно сделать. дать там жаропонижающее, дать там сделать укол, в то время разрешали антибиотики вводить, сейчас тоже тяжелым разрешают. Обязательно гормоны вводят, принизолон прямо на участке, там литические смеси. И под этим вот лечением, неотложным, транспортировать немедленно. Вот такая система должна быть. Несколько минут до завершения эфира, что вы скажете нашим слушателям? Давайте подведем итог. Еще раз напомним, в каких случаях все-таки обращаться к врачам. Да, значит, угроза минго-кокковой инфекции сегодня существует. Вот это бремя, о которых мы говорили. Значит, заболевания протекают, начальные проявления заболевания могут сопровождаться катаральным синдромом, то есть насморк, то есть нет, не насморк, кашель, краснота в горле, першение, и самое главное, высокая лихорадка, температура. И в первые же дни появляется сыпь, причем первые элементы сыпи, подчеркиваю еще раз, они на лице не будут, они будут на нижних конечностях и на ягодицах. Потом по мере усиления процесса она очень быстро распространяется и уже появляется на лице, на туловище везде. Вот это быстрое распространение, это критерий неблагоприятного течения заболевания на фоне температуры, катаральных явлений, геморрагическая сыпь, еще раз говорю, с центральным некрозом. Вы видите, некроз это значит, в центре этого кровоизлияния на коже вы увидите вот такой темно-коричневого цвета элемент, это вот центральный некроз. При менингитах появляется головная боль, появляется беспокойство и там менингальный синдром, но это доктор уже проверит. У маленьких детей это выбухание, пульсация большого родничка. Вот правая ручка положите на родничок, к груднику, и он будет вот так пульсировать. Это вот заставляет думать о возможности уже менингита с отеком и так далее. Я благодарю вас за беседу. Напоминаю, что о таком заболевании, как менингокуковая инфекция, мы говорили с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой детских инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета, заслуженным врачом России Эмма Исимова-Ньян. Далее поговорим о такой проблеме, как ожирение и современные подходы в лечении. Но это после рекламы. Все.